ребят всем привет сейчас еду снимать видео по mitsubishi deleki d2 гибридной 17 года вот посмотрите видео и вот подскажите напишите в комментариях знаете ли вы конкурента этой машине с левым рулем вот напишите кто ей может быть конкурент с левым рулем вот не знаю у меня кроме как киа пиканта или skoda fabia ничего больше на ум не приходит будет очень интересно почитать ну что ж приятного просмотра сегодня буду снимать вот этот автомобиль 2017 год mitsubishi delica 2 106 тысяч пробег комплектация м в кастом максимально для этой машины гибрид кстати говоря ну что начнем сегодня я приехал на зеленый угол в москве который находится зеленый угол 31 километр мкад вот здесь машины стоят видите и стима n-box suzuki solio и чё за тойота оранжевая порта соответственно моя не продается mitsubishi delica 2 то же самое что suzuki solio старых стоит но это не наш скажем так и honda праворукая fit вот и сегодня я приехал поснимать вот эту вот машину прекрасную машину ты приехал уже когда вырос доллар и все машины тут просто продались вот некуда было их ставить за повышением цены но наши японские любимый автопром естественно тоже вырос большим спросом теперь вот это подожди серёг это уважаемые зрители это сергей он занимается продажей этих автомобилей здесь да вот все машины нами привезенные с японии ни одна машина не покупалась у перекупов владивостоке все машины покупались на аукционах в японии вот давайте вот посмотрим mitsubishi delica 2 были вы посмотрите как были красивая машина вот чё хочу сказать красивая машина с сравните ее с voxie по ширине блин она мне кажется вообще такая же я вот не смотрел характеристики но так чисто внешне такая же посмотрите по высоте практически такая же да может она чуть-чуть ниже серега такой рост метр восемьдесят пять вот пойду иди поближе к машине смотрите вот чуть голова выше а пойдем как пойдем к voxie подойдем здесь и так тебя голова чуть торчала выше подойди поближе посмотрим замер замер в ли ростом ну да заметно да что voxie повыше как бы повыше да да и вот посмотрим мы их специально поставили носом одинаково выровняли вот смотрите насколько delica d2 короче да ну вот как раз на вот этот тот самый третий ряд она и короче да вот этот метр тут и короче так вот обратить внимание сбоку сзади красивая машина блин к я вот первый раз увидел этот автомобиль я обалдел мы сейчас посидели внутри прокатились у ее это классно сейчас мы вам все об этом расскажем видите она гибридная но гибрид здесь какой серегка дательный гибрид вспомогательный гибрид что дает гибрид этой машине 5 лошадиных сил и ай стоп все даже если у вас сломалась батарея вы в этой машине просто не будет работать а и стоп все она также будет разгоняться и также будет ехать достойно как она и без без этой батареи вот но эти батареи не выходят из строя как на сиренах данные нет нет не выходит потому что у сиренах выходит из-за чего генератор потому что там стоит один большой аккумулятор за ним надо следить если вы его на как бы проглядели этот аккумулятор естественно идет поломка генератора все он горит генератор здесь этой поломки нету то есть глобально и вот такой вот чтобы зачем-то следить тут нету так в общем а этот генератор стоит у нас сколько на этих сиренах были 10000 рублей 70 рублей ребят как вы сами понимаете тут таких проблем нету если кто вдруг боится таких вот вспомогательных гибридов значит машина это здесь соответственно продается новая когда вы ее пригнали то серёг 22 сентября вообще совсем недавно вот у нее аукционный лист вот смотрите настоящий аукционный лист блин айрис и бумаги соответственно номер лота так а где тут номер кузова то у машины давай посмотрим а вот номер кузова под капотом он находится видите как бы проверяйте по статистике вообще нет никаких проблем пробег 106 тысяч у машины он у нее куча всяких прибамбас оценка 4 cc эти блин сразу заглянем под капот смотрите какой чистый двигатель вообще под капотное пространство чистое и это никто ничего тут не убирал то есть они с японии реально приходит вот в таком вот чистенько в состоянии смотрите никакой ржавчинки нет блин ничего вообще вот смотрим что тут еще прекрасное состояние машины работает как тихо послушаем ну-ка серёг закрой капот подходим слушаем да ничего не слышит блин вообще вот я отхожу вот натошел на два шага и уже реально очень гладко работать и очень так соответственно так возьми аукционник доставка стек приморья я свой вакси кстати этой же компании вез вот смотрите до доставлялась она в это в контейнере все нормально как бы причем очень достойная компания которая отвечает за перевозку до стек и стек и я мне очень понравилось и у стека можно заплатить по доставке машины то есть пришел получил машину заплатил очень не по нас и даже можно переводом заплатить как бы не обязательно наличка что когда у тебя машина идет с владивостока до москвы в контейнере а ты можешь в любое время посмотреть в приложении где она находится в хабаровске красноярск новосибирск уфа там ну отследить маршрут маршрут машины да вот это вот мне очень нравится так ну вот давай кстати по аукционнику посмотрим вот эти вот метки давай метки чего у нас то по меткам вот берем у нас у один пойдем у один смотреть дело у нас есть у один я вам ребят скажу сразу что я уже пытался найти здесь у один так и не нашел до единственно что я там у нас еще вот можно приглядеть один на бампере где тут один на бампере чертова знает и вот самая большая тут а3 а3 это вот 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 она царапка вот видите сейчас я попробую вам как-нибудь сфокусировать вот царапка вот эти вот она и вот сюда тип такая переходит мне кажется полироле можно просто затереть и все мы же не занимаемся ремонтами этих автомобилей то что есть по аукционнику все видно и поэтому как бы вот ремонтировать это нам не в наших интересах человек приедет по аукционному листу все увидит то есть получается машина вот пришла с японии и вот каком состоянии она пришла вот в таком вы ее и смотрите что на ней даже не сделано никакая не химчистка ничего мне ничего не пылесосилась не убиралась вот как она есть такая она приходит пойдемте в салон заглянем чё здесь видите кнопки у них бесключевой доступ да это вся тема работает мы здесь положили коврики такие вот местные знаете вот потому что люди тут садятся как бы это ну понимаете да ну конечно чтобы ну не к люди проверяют и грязь не несла вот здесь вот никто не сидел кроме японцам смотрите как раз дверь электро с обоих сторон электро дверь блин я хочу сказать что посадка сюда вообще очень классная за счет тот высокой крыши посадка сюда блин я уже след поставил просто офигенная я вот сидел сейчас там сиденья посмотрите как двигаются сиденья досмотрите одни вперед назад вперед назад видите и спинка еще отклоняется конечно покажи покажи как есть два подлокотника все про покажи как спинка наклоняется вот там сбоку есть вот так вот все сел я сядь серёг сядь серёг смотрите сел серёга 185 роз смотрите вы посмотрите столики смотрите сколько места блин просто капец если он даже подвинется вперед там еще можно несколько чемоданов положить до их даже и так можно положить смотрите тут он место сколько остается теперь мы откроем заднюю взятую дверь я вообще в шоке от того сколько пространства в этой маленькой машинке ну-ка открывай смотрите вот багажник багажник поднимаем вот еще низший багажника до 3 сюда можно спокойно или кучу вещей или колесо положить запасной и еще кучу вещей клей домкрат плит все новое ни разу не использовано вообще место дофига смотрите розетка есть даже в оксе у меня нету блин нафиг розетки ё-моё класс а теперь мы можем наклонить эту спинку отсюда оп смотрите и получается вот это так прикрывает она получается куча места сюда можно блин стиральную машинку холодильник вообще легко загрузить блин со столь мне вот кажется эта машина вот просто для вы купили для своей супруги и она с детьми здесь ездит и вообще горе не знает место пуша очень много столики удобно садится классно удобно блин вообще класс давайте спереди теперь посмотрим так чё у нас тут вот какая-то наклеечка пожалуйста кому-то полезная информация смотрите здесь у нас смотрим авто дверь ой авто окна ну и соответственно только водительский вверх-вниз остальные так нажимаем складывание зеркал блин не у каждых такое встретишь до настройка зеркал блокировка здесь у нас смотрите контроль выезда из полосы столкновения этот ай стоп это чё нас трекшн контроль а эти от слайдер двери включить отключить соответственно кнопка двери открывать отсюда регулировка у нас все ручное понятно это лючок здесь капот три педали это ручной ручник ой ножной ручник так управление на руле круиз-контроль тут круиз-контроль есть и просто адаптивный круиз-контроль адаптивный круиз-контроль даже на воксе такого нет были капец вообще смотрите адаптивный круиз-контроль автосвет есть смотрите а здесь нет случайно авто дворников блин здесь нету мы здесь есть подогрев подогрев сидений ё-моё это с и с той стороны также да есть на посылку водитель столько на водитель скандар подогрев сидений соответственно а тут коробка чё за коробка здесь стоит здесь стоит надежный японский здесь стоит надежный японский вариатор вариатор проблем с вариатором не туда с двигателем нету вот мы когда берем все старые японские машины на обмен и люди по 10 лет на них ездят и приезжают к нам на обмен они масло даже в коробке ни разу не меняли вы представляете что такое да то есть убить японскую коробку можно только я даже не знаю как а я хочу сказать мне сказать что машины двигатель то 1 и 2 до 1 на 2 гибрид а еще 12 просто да вот гибрид как бы он по лучше доедет мы так вот смотрим тахометр спидометр показания вот тоже двигатель как чё куда бегает сто шесть тысяч восемьсот сорок девять видео читает с диска это японская магнитола свет вы включаем и а если свет включить понятно он типа это ну чтобы слишком ярко не было экранчики эти оранжевые кнопочки кондиционер это климат тут наверно на климате климат контроль а кстати вопрос и зеркала греются конечно греются да блин у меня на воксе ни хрена не греются понимаете зеркала здесь греется заднее стекло и лобовое стекло были а где тут лобовое а вот лобовое стекло включаешь вот эту кнопку и у тебя все и у тебя все греется в этой машине даже лед который у некоторых бываешь и перепад температур лед не налипает на дворнике в этой машине лед не нали так чё здесь out темпы чё такое это температура за бортом температура за бортом а по 12 градусов показать это внутри машин в сядь сюда серёг просто садись просто садись смотрите садится 185 обратите внимание расстояние над головой просто просто дофига очень но очень много при всем что парусности кузова нету то есть машина едет идеально встречные фуры встречные машины машину не качает как вот знаете вот там едешь на этом драндулете там под названием там газель до ее качает по ветру эту машину не качает она едет достойно и ровненько ну мы скажем серёг что ты-то на этих машинах ну немало прокатал и поэтому ты знаешь что-то ты как блин да конечно и не только ими торгуешь как бы да я на всех машинах очень много ездил есть и даже с владивостока катался и с владивостока бывает так что ребят я вам честно скажу что вот мне ко мне подходят покупатели и говорят машина своим ходом пришла или в контейнере игры вот эта машина в контейнере пришла это пришла своим ходом и он говорит она своим ходом зимой пришла да и ничего не сломалась я конечно нет и он берет ее не которая пришла даже в контейнере вы представляете да какая надежность этих автомобилей то есть вы когда гоните даже сейчас сейчас если осенью погнать машину японскую да там есть перепады температур плюс 15 вы заехали в ерофей палыч или в магочи там будет уже минус 25 машины едут достойно температуру они не чувствуют вы едете вот в такой рубашке как есть сейчас до минус 45 40 и нормально греется россию их проблем никаких проблем а с антифризом что-то делаешь прежде чем ехать зимой нет ничего не делаю я даже я их когда забираю с таможня я даже не смотрю под капотом есть там масло в моторе или нету я знаю что там все нормально все норму вот приезжаешь сюда ну естественно на пол дороги ты меняешь масло в моторе чтобы как бы ну ухаживаешь за машиной вот но в принципе я вам скажу что ни один немец старых перегонов если вот даже допустим меня увидят старые перегонщики когда не было дорог когда были вот эти вот все объездные дороги были вот такие вот я мы там когда машину не видно куда она заехала такие были раньше я мы машину гонялись гоняли машины своим ходом с владивостока то сейчас наш президент владимир владимирович путин он сделал ровные дороги они сейчас спокойно даже можете взять с собой жену купить машину в владивостоке и своим ходом спокойно доехать не ни одной ямы не одна ни одной кочки вы не увидите никаких бандитов и против да никаких бандитов ничего ракетеров там и всех прочее то есть вы спокойно едете и наслаждаетесь нашей россии нашей природы представляете с владивостока доехать до москвы вы когда-нибудь это все попробуйте на себе я это испытал и летом и зимой я вам скажу что ну ни одна машина нас не подводила так давайте теперь дальше приступим смотреть соответственно тут у нас есть у зеркальца есть без подсветки там тоже самое здесь у нас работает подсветочка и это очечник и очечник так бардачок чувств бардачок обычно такой бардачок до под лист а4 в принципе он нормальный размером да здесь все документы на машину я имею ввиду где хозяин японец проходил т.о. вот еще один бардачок обратите внимание вот здесь вот да да бардачок да потом смотрите еще бардачок вот здесь вот его блин даже не заметила по и т.с. да да то есть еще бардачок и еще есть еще один бардачок вот этот маленький да все такой нормальный бардачок классно хочу сказать что обивка сиденье такая ну приятная довольно таки тут мягенькая тут нормально то есть для такой машины по такой цене вот это обивочка посмотрите все чистенько были ничего не затерто аккуратненько тканевая такая пластик блин более-менее нормальный вот это вот нормальный пластик а еще посмотрите смотрите отметки о прохождении то 97000 100 2000 5000 км замена масла 100 2600 она проходила то в японии ребят но смотрите когда наклеивается вот эта красная полоска красная значит в машине хочет японец или не хочет поменена вся ходовка в ней вплоть до глушителя даже я вам сказали что-то там сладко и да все вообще не борца это не спрашивают меняется в машине все вся ходовка то есть вот я вам рекомендую допустим если у вас машина до 90000 пробега японская праворукая братья и как бы ну тоже хорошо но с одной стороны вы ходовку будете потом менять сами здесь после 90 и 100 тысяч в японии меняется вся ходовка не кого об этом не спрашивают не японца никого все меняется ходовка полностью в машине все поэтому здесь ходовка новая машина за сто шесть тысяч она не гремит она не едет достойно понимаете да значит я недавно брал райдера человеку не сам райдера знаете такую машинку у нее был пробег сто восемьдесят семь сто восемьдесят семь тысяч пробега она была четырехбальная ей дали четыре балла из-за того что у нее был большой просто пробег вот когда мы ее подняли на подъемник мне сказали люди она что летала по японии не ездила по дорогам ну вот был поменен был поменен ну было поменено все все вообще да зачем это было сделано в японии я до сих пор не могу понять потому что это все бы еще и не гремела и ездила много лет вот ясно давайте так вот здесь теперь задний ряд салон смотрим порог довольно таки низкий тоже для детей будет очень удобно столики вот эти да вот нету в toyota а если есть в этих рестайлингах то он только на пассажирском сиденье то есть тоже удобно вы ну нормально она будет держать напитки спокойно очень сколько она держит написано написано да вот два килограмма два килограмма и смотрите как сделал крючочек такой раз на может что-то повесить два килограмма это написали это я считаю что это написали на наших российских людей потому что они сюда уже ну как бы на этот столик кладут там гораздо больше гораздо больше да вот чтоб а у них не упал это столик тут написано японцами максимальная два килограмма но я думаю что это максимально два килограмма на самом деле она и 5 килограммов держит мы уже пробовали и никуда это ничего не не падает вниз тоже а белочка сидеть смотрите все аккуратненько ничего не порвано не зацепов не прокурор вообще ничего за что и дали ц и пойми блин вообще непонятно блин вот эта ручка чтобы двигать вперед-назад эти какая она очень легко кстати двигается здесь поднимается вот этот подожди польщик соответственно для сиди блин для ремней безопасности смотрите кстати не вот так крепятся удобно а эти что такое и это для детских сидений для детских сидений сидений а не чусь и специально пирос вообще такую верю штуку это для детских сидений чтобы вы как бы ну посадили ребенок она еще сзади трехместная получается трехместная сзади сзади три для трех смотрите даже не заметил вот пожалуйста а вот это для смотри это идет сюда а это идет туда то есть ты как-то вот вот таким образом да она вот так разъединяется и цепляется третий человек интересно подголовники поднимаются соответственно да у них есть от такое положение самый высок нр да тоже подголовники все чистенькие ничего не затертые здесь вот подголовники смотрите большие бы на воксе здесь даже огромная ковер вот смотрите давай ковер поднимает все чисто под ковром идеальненько я вообще в шоке от размеров этого автомобиля просто капец так сейчас обойдем с другой блин тут по хорошему зачем так раз раз такой прошел пред через машину чуть-то не стою пройти через эту машину да вот смотрите как я сейчас это сделаю вот смотрите я метр восемьдесят пять вот все я прохожу так вот машин дети будут вообще бегать пойдем покажем где этот аккумулятор находится и под капотку заглянем давайте все и так вот мы обошли показывай серёг где тут бред аккумулятор спрятан вот смотрите вот это дополнительная батарея вот есть петелечка за нее тянем вверх здесь есть дополнительный полин я не знаю как и вы можете в магазин с ней ходить с этой сумкой витро блин циро вот здесь вот стоит дополнительная батарея это вот эта батарея дает 5 лошадиных сил дополнительно работаю от стопа и работай стопа да вот если эта батарея выйдет из строя но таких ну как бы поломок я с выпуском вот это именно модели я не знаю вот то есть но если она не будет работать то машины будут также ехать только просто не будет глохнуть пробки просто а и стоп не будет рано просто не будет работать так но пойдем статью смотрите ручка чтобы залазить подушки безопасности в передних сиденьях у переднего пассажира и в руле вот четыре подушки безопасности но теперь пойдем под капотом посмотрим еще раз чё ты можешь под капотом рассказать тут обычный аккумулятор как все выбирают правый руль они же приходят они же не убирают вот с левым рулем машины не знаю как они их подбирают я тоже занимаюсь подбором меня люди просят подобрать им левый руль но все болты скручены вот обратите внимание на японском автопроме вот эти все болты вот все болты их смотрят видите болты не тронутые не тронутые болты болты не тронутые нигде но они не могут быть тронутые потому что машина 4-бальная ничего нигде не делалось ничего не крутилось двигатель работает тихо еще раз скажу жидкости там чё там очень непонятно сейчас гляну так но здесь вот антифриз там в норме находится я посмотрел вот еще здесь есть оклеечка такая эти про аккумуляторы расписывается и водка это есть оклеечка тоже идите какие-то цифры что-то не такое переводить в общем так а это антифризом 134 390 грамм это масло наверное него я я вам скажу что даже шумка и смотрите я я вам скажу что так если вы покупаете аукционную беспробежную японскую машину ну естественно она должна быть с правым рулем да вам не надо открывать капот ну незачем это делать в ближайшие 10 лет наверно так я вам могу сказать потому что у меня были и марки и чайзер и старые 95 года у меня были спарки 2002 года у меня было много японцев от старых до новых моделей да ни одна машина меня просто не подвела вот я вам ну говорю как бы у них нету там вот где-то запотело масло там или уходит куда-то антифриз в этих машинах я такое не наблюдаю вот то есть вот может я думаю что японскую машину можно убить только в стену стену просто ее вкорячить стену все она не будет работать серёг скажут по этой машине вообще с ней какие-то проблемы есть вот с этой машине эту нету нет полячик никаких нету в этом году я их 16 16 машин продал никто мне не позвонил никто мне не спросил где запчасти доставать люди которые при немцев переходили на эти машины да они спрашивают когда менять помпу то есть я их не мог понять а зачем ее менять помпу у японцев даже восемьдесят седьмой год возьмите машину там допустим toyota или honda да помпа не выходит из строя понимаете у них нет таких вот поломок как у левого руля так ну что мы машину уже вот так посмотрели да очень классная машина осталось нам на ней сейчас еще прокатиться я думаю мы эти сейчас и займемся ребята он там смотрят машину вообще в шоке того сколько здесь место сели говорят нифига себе смотрите соответственно закрывается ручку дернули и также кнопочку нажали и кстати пищит пищит то что закрывается открывается как на тойоте то есть у honda помним нифига не пищит все сейчас поедем на не тоже прокатимся на этой машинке в общем ребят и сели мы в четвером машину показать как ездит автомат автомобиль я хочу еще коль сказать но привет приморскому ивану килину это серега зеленый угол москва ваня как бы давно хотел с тобой пообщаться вот но как бы вот смотри мы продаем машины те которые аукционы и сходятся пробеги и по всем кузовным царапинам все у нас ходится по аукционному листу вот хотел тебя спросить почему у тебя последнее время не сходятся пробеги ты говоришь это не моя забота но на самом деле вань если ты машину людям на подбор делаешь да ты должен за это отвечать ну это не в обиду тебе сказать можешь мне написать я здесь всегда здесь москве 31 зеленый угол все пока такое отступление ну погнали чё нас четыре взрослых человека этому килограмм как она едет надо держаться вот есть ручка сбоку кстати есть шторки на два мотора каркас на сколько сад на лошадь девяносто одна лошадь 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 не российская понимаешь у них лошадиные силы у нас в приоре сколько лошадиных сил блин ну тоже под 100 да но она не едет же приорона вообще у нас летают самолеты российские вертолеты танки самые лучшие но машины мы не научились выпускать поэтому я думаю что нам надо выпускать в россии самолеты танки блять подводные лодки но не машины в общем у машины девяносто одна лошадь и расход 5 и 2 5 и 7 серёга говорит вот если у кого-то что-то там отличается пишите в комментариях так ну чё давать противно про килина конечно давай тахометр будет подниматься и не будет опускаться пока 180 километров час она не наберет ну да слушай она разгоняется ты их не спеть у как она тормозит то ё-моё нифига ся даже аварий когда заработал до максимуме и даже не стюкаешь в дерево вы нормально так по моему едет в четвером то короче ребят машина тормозит к 5 до мягко прошла она вот эту обочину это 106 тысяч провели таких продавал 10000 пробегов 20 все едут одинаково вообще похуй просто все тахометр будет на семерке почти пока 180 не наберет до конца все она вариаторная конечно вариатор здесь неубиваемый его даже в продаже в Владивостоке идешь потому что они не ломаются эти вариаторы б садись за руль что ты думаешь я буду человек просто такой раз здесь пересел смотрите нет этого никого бардачка он не будет да и можно спокойно пройти на задний ряд или пересесть слева направо или справа налево смотри держи тормоз есть разница переключения скоростей что тут услышал дернулась что-то где-то смотри сто шесть тысяч пробегов дергается коробка скажи вообще ничего не дергается есть еще кнопка спец спорт все полетим все давай это не да и спорта даже нормально поеду полгода нормально достойно да она разгоняется вчетвером блин мы четыре мужика сидим смотри но то нас четверо нас наверно сколько килограмм 350 370 наверно в ней включаешь кондиционер она тянет также блять и как леворуких машинах там она не тупит а будет брось побольше на 200 грамм бензина просто расход у нее бензина будет она не будет тебе блять тупить эта машина вот и все видно ездил на правом руле марк 2 штук 5 да я уже чувствую что то есть на правом руле уже это видно смотрите камера заднего хода конечно японская камера ты че и так рекламе вот сели по серёге даже есть это японский кофе нормальный максим кстати очень вкусный рекомендую так заводим нажимаем старт стоп нажали старт нажали как все загорелось все четенько все моргает кстати если не пристегнешься тучи серёга но система стоп ничего гибридная не работает не работает гибридная система вот такие дела поэтому обязательно пристегиваемся так так сиденье настроить ближе руль не кстати по высоте регулируется он вверх вниз на себя от себя не регулируется так нажимаем стоп переключаем на д вообще машина даже не дернулась ни капельки вот видите д переключилась на задний ход линии все четко все работает так поехали ух как она блины чуть-чуть вообще на педалечку нажал она уже прям начинает ехать так бодро у ю-ю-ю что по сравнению с мультика мы еще даже можем поспорить как бы так вот бы проверить надо бы один день приезжая когда там машина не стоят вот и все да нам надо то пару сотен метров чтобы сразу понять все будет все будет понятно сразу сейчас не поймешь когда вы дешевок напрямую вот ты смотри у нее подсветка цифр зеленым догорит синим зеленым и белым она меняет вот видишь дача синий загорел белый как ты экономишь вот а то есть а ехать от и кускана она общем ли меняет свет зависимости от того как экономно вы едете можно отслеживать это дело сейчас отпусти газ и вот и отпустил на зеленым а вот белый видишь то есть когда она вообще катится с выключенным двигателем она пела загорается не очень 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 синий ки ух едет ну неплохо так вот катимся белым сразу видишь педаль в пол нажал ну гудит слышно разгоняется нормально отпускаю газ она в принципе катится хорошо довольно таки машина лишь у нее брак сработал и а да да полосу она видит да 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 руль довольно таки легкий вообще руль легенький прям мне нравится как она я сижу комфортно ой к она сейчас по обочине проедем идет по обочине вообще мягенькая мягенькая машинка блин вообще смотрите от кочка вообще мягенькая очень хорошая машина блин я вообще в шоке от размеров и и как едет очень машина для города просто идеально вот как по мне вообще шикарная машина для города поэтому не надо даже покупать полно полноценный гибрид которого четыре с половиной литра расхода ну возьмите машину не с полноценным гибридом и 5 из 5 5 5 2 там будет так а давай посмотрим где тут у нее расход показывает нет посмотреть то ой тот реки переключать информация вот где информация ну-ка давай нажимай так парковка а вот он стала щелкать 12 7 но это мы сейчас топили это я на нее топил хорошо до 12 7 это получается вообще 7 литров но я думаю что если на ней ездить как но обычно ездить не гонять по этой дороге не показывать постоянно как едет машина да и и динамика и тормоза то при обычной езде я думаю что тут расход реально где-то около 6 литров 5-6 вот владельцы таких машин напишите пожалуйста в комментариях какой расход у вас на данных автомобилях вот гибридные у вас он или не гибридный просто напишите там летом такой-то зимой такой-то и кто будет смотреть подбирать данное авто он с помощью ваших комментариев сориентируется по расходу вот на себя говорит 5 и 2 5 и 7 такой расход на автомобиль нормально едет машина мне нравится вот здесь мы видим кочки не останавливайся и коль и проедет вот здесь просто вот так вот ну да мягко мягко и он такой да да я мы там да дай боже кстати колеса на машине 165 6015 по моему такой размер у них обзорность машине просто вообще шикарная окна огромные конечно шумка из-за этого страдать эту шумку наверняка надо делать но обзорность очень хорошая на автомобиле вот так встаем задний ход зеркала все четко видно брызь у по классная машина так паркуемся тормоз ставим паркинг нажимаем кнопку заглохла все показала время и так ребят вот постарались вам показать эту машину какая она я рассказал о своих впечатлениях реально машина очень классная высокая большая место много для там жены с двумя там детьми с тремя даже вполне вообще для города машина даже для самого себя любим очень классно напоминаю mitsubishi delica d2 2017 год комплектация м в кастом цена самый интерес на восемьсот семьдесят пять тысяч рублей на нее серёг скажи чем на роликах вы все видели как едет машина какая комплектация я вам скажу так что не надо смотреть под капотом утром там вечером то есть вы завели машину покатались на ней приехали заглушили и не надо смотреть щуп в ней не надо смотреть где-то течь какая-то то есть в этих машинах такое не существует ну ближайшие 10 лет вот теперь я хочу что сказать что моя жена любимая она конечно не понимала левый руль и правый у нее нету правда но я вам скажу когда она ну ездит со мной на этих машинах на японских праворуких да она еще больше меня влюбилась она поняла что это за качество этих машин дело даже в том что и американцы и немцы но тоже неплохие машинки вот не хочу их там обсирать как-то и все прочее да но ресурс который проедет японец праворукий он намного больше поэтому всем удачи на дороге будьте бдительны за рулем и успехов спасибо это был сергей тридцать первый километр зеленка тридцать первый километр зеленка еще раз показываем какие машины здесь стоят toyota porter suzuki solio honda nbox и стима трехлитровая и в том конце starx и honda fit все ребят всем спасибо всем пока подписывайтесь на канал пишите какие машины бы хотели еще посмотреть только из класса да вот таких вот фургончиков минивэнов немецкий японский американский я буду искать договариваться снимать для вас вот но надеюсь было интересно пока номер телефона для покупки данного автомобиля будет указан ниже ну и для покупки остальных автомобилей тоже вы смотрите в описании к видео друзья теперь вот послушайте комментарии владельца данной машины вот он закупает эти машины в японии он же самый на них ездит как бы ездил и сколько он их перегонял вот я у него тоже спросил что он думает по поводу машины чтобы он не рассказал о ней и вот соответственно что он говорит ну я же тебе говорил что аппарат достойный ну не уступаю но не тойоте не хонди а как ты говоришь эти конкуренты да у него нет конкурентов пиканта шмиканта все эти у делики и у соли купе двери не забывай как у автобуса степ-вагона как у твоего вокси нет ни одного европейского автомобиля заменить вот эту нишу что заняла соль его особенно вот я даже сейчас я даже сейчас стою в этом вот я сейчас сижу старом кузове в белом 12 год они в принципе идентичные но может быть там сантиметра на 3 новая подлиннее стала там по ширине по моему блин но у нее торпеда естественно другая но она также метет как чумовая вообще а есть 26 кузов 26 кузов это он выглядит не так как вот этот бандит это кастом у него двухэтажные фары а были вот обычные площадь я присылал серебристую которая 4 вд вот она кстати была в обычном кузове но у него комплектация была тоже мв то бишь они все гибридные идут в обвесе потом у них там мультируль круиз бывает там все такое прочее круиз адаптивный по-любому потому что у него уже есть предотвращение и этот самый выезд полосы это все идет функцию круиза то бишь он сам держит дистанцию он сам там ну не выезжает с полосы то бишь это все задействован на круиз вот получается что а 26 кузов он вот как у меня была серебристая в обычном кузове с обычными фарами фары такие здоровые решетка хромирована здорово тоже свой шарм у нее есть просто у меня было в обвесе а вот это 26 он без обвеса он как мыльница но вот как в оксе без спойлера блять и без порогов короче так и у него только это самое у него одна электродверь кнопка запуска у них у всех сто процентов у него нету климата у него на руле ничего нету но задний ряд у них теперь бегает у всех у нового кузова хоть 26 хоть 36 хоть 46 вот у старого кузова вот он двигался только в комплектации какая-то там не помню dx какая-то и бандит и black white а g комплектация у него стационарный за отряд задний ряд был поэтому блин ну его так неохотно брали при всем при том вот представляешь вот вот на этом белом на котором я сейчас езжу на black white его купили мы в японии 70 тысяч рублей блять ты представляешь это вообще капец вот за эти деньги можно купить вот такую машину 108 пробег блин состояние у нее тебе скажу как вот этого кто на чё ты сегодня видел 17 года один в один блять я не знаю и метет она также а насчет того почему она так едет у нее пять лошадиных сил они добавляются на скорости когда ты газ нажимаешь хочешь обогнать в гору там толкаешь машину они добавляются а стартует эта машина по одной простой причине у нее к руке крутили так она по характеристикам делает приуса 20 с места только в путь на приус может быть только потом из-за того что у него объем двигателя сделает его вот поэтому я тебе говорил давно уже что соли и mitsubishi delica d2 но это одно и тоже в принципе очень достойный агрегат кстати по высоте по высоте по высоте он 1765 в оксе 1700 800 по моему что такое там разница у них по моему по вертикали крыши там там два сантиметра всего но машина блин она мне чем понравилась она огромный салон реально огромный салон просто я тебе говорил ты просто этого не видел сейчас ты это уже почувствовал минимальный расход то что у вас там показала 12 это вышли там педаль спал при скорости 100 110 километров 90 допустим от 80 до 110 он будет показывать 18 22 километра на литре бензина средний у него расход такой будет но смешанный до 5 с половиной литров по городу вот ну до шести короче по трассе он будет хавать четыре с половиной край до пяти это блять это не знаю потому что вот сколько я на них переездил они показывают 22 25 километров на литре бензина но если не топить по ровную местность идешь вот постоянно он показывает от 18 до 25 километров на литре бензина вот и представляешь да вот этот огромный шарабан с таким расходом со всеми функциями которые там нужны это климат это мультируль это круиз причем адаптивные все эти системы выезда шмиезда все ну ты видел до подогрев сиденья есть у него абсолютно все оригинальное литье ледовская оптика морда светится ночью причем прикольно ну не знаю функционал у него очень большой а конкурентов ему просто на нашем рынке не существует их почему и стали брать особенно в новом кузове просто сейчас цена начала кусаться я вот этот шестнадцатого года с пробегом меньше 70 пробег у нее был 33 балла аукцион так она 4вд а комплектация была такая же было все абсолютно она еще и в кожаных чехлах пришла вот я ее продал в москве за 750 разница уже разница 100 тысяч и то это знаешь так а в основном разница идет 100 150 тысяч на такую модель то бишь если бы не этот курс ну и вообще это гребаная пандемия на которой она все повлияла эти бы машины сейчас бы все еще дешевле дешевле заходили я их продавал по 700 это самое 50 а вот эти обычные гибриды но который там мультируля предотвращение столкновения я их продавал по 650 тысяч уже в москве представляешь 16 года вот они были в обвесе у него были туманки у них там был мультируль бывал там в основном пустой климат естественно но все то же самое кроме предотвращения столкновения выезда с полосы и одна электродверь и одно сиденье греется все остальное все абсолютно такое кроме оптики оптика обычно нелетовская но вот не вот эта узкая широко вот я продавал 650 сейчас бы они уже были по 600 вот но так как курс у нас лупанул блять сейчас уже за 600 даже и не знаю что привезти только паса какой-нибудь ну поэтому пока я вот остановился на соли и эту модель просто мало кто знает вот что если в ухсе там и нохи все эти шмохи это автобус который изначально завоевал свой рынок вот но это семейный он понятен а вот это вот это что-то между большим и средним вернее и маленьким чудо я лупанул не то это между большим и маленьким но машина были ноты реально эти говорю я на юг на такой ездил на старом кузове вот как я сейчас сижу блин я ехал сто сто двадцать отдыхаешь на плывет вообще красота место вагон давно ты видел уже им метет она блять а в потоке она юркая на руль отвечает на газ отвечает вообще красота то бишь вообще точила вне конкуренции